Девушки отдыхают Пахнет Новым Годом! Кончай своим очистителем людей травить. Им же еще Новый Год нужно пережить. Ты же знаешь, как это сложно. Не переживай ты так за них. О себе лучше подумай! Хватит гаджет! Ладно, пора нам с тобой, Голосок, реально подумать о подарках и вообще, где будем встречать Новый Год. Как раньше говорили, лучший подарок – книга. А сейчас лучший подарок – книга с аккуратно вложенными в нее купюрами. У меня есть идеи, что дарить, но предупреждаю сразу – подарки не дешевые. Ты нас не пугай, лучше рассказывай. Xbox 360 плюс Kinect. Самая свежая игровая консоль Microsoft с 4 гигабайтами памяти. Плюс самый нерядовой контроллер на рынке Kinect. Плюс игра Kinect Adventures в комплекте. Всего-то за 16 тысяч. Дешевле, чем приличный современный смартфон. Заманчиво смотрится в качестве новогоднего подарка, верно? Поглядим, как же это работает. Ну, с Kinect все понятно. Никаких дополнительных контроллеров теперь вообще не требуется. Каждый сам себе контроллер. Консоль стала заметно меньше, чем предыдущие ее версии. Сказался переход на новую элементную базу. Центральный процессор, графическое ядро и оперативная память разместились в последнем воплощении Xbox 360 в едином чипе. Теперь приставка весит примерно как 15-дюймовый игровой ноутбук, меньше 3 кг. Однако, в отличие от мощного ноутбука и приставки предыдущего модельного ряда, она шумит гораздо тише. Система охлаждения здесь пассивная, но со своими обязанностями справляется как следует. Так что играть с Xbox 360 можно хоть глубокой ночью. Это если вы сможете достаточно тихо подпрыгивать и размахивать руками, управляя консолью посредством Kinect, чтобы домашних не перебудить. Кстати, Kinect, как вам известно, использует систему инфракрасной подсветки, чтобы распознавать жесты пользователя. Так что работать с консолью можно будет даже в темноте. А еще новенькая Xbox 360 располагает аж пятью портами USB. Плюс ко всему, в новую консоль уже встроен адаптер Wi-Fi, так что выход в интернет через домашний роутер для нее не проблема. А раз открыта дорога в онлайн, значит, да здравствует онлайн баталии и недавно стартовавшая в России служба Xbox Live. Голос, ты уже добавил обновленный ящик в свой виш-лист? Не успел еще. Давай скорее, ты так проспишь все. А теперь, что касается празднования. Я тут подобрал несколько интересных вариантов. Номер один. Город Токио. Плюс в том, что тусовки в нем начинаются уже с 29 декабря и продолжаются целую неделю. Но только есть одна большая проблема. Рестораны и бары на этот период закрываются. Отстой. У нас народ пить начинает еще 25-го. Тусовки везде и бары с ресторанами всегда открыты. Окей, окей, окей. Вариант номер два. Ниагарский водопад, что в Канаде. С 31 декабря на 1 января в парке Королевы Виктории собирается более 30 тысяч человек, чтобы посмотреть салют, потанцевать. В общем, оттопыриться. Отстой. У нас народ сам во дворах такой салют делает, что на другой конец земного шара лететь не имеет смысла. Хорошо. Вариант номер три. Специально для тебя. Новогодняя ночь дома. Оливье. Шампанское. Юмористические передачи. И фильмы «Ирония судьбы-1», «Ирония судьбы-2». Речь президента. Круто. А это в какой стране так? Слушай, голод. Ты что, дегрот? Ладно. Что у нас там дальше по подаркам? HTC Desire HD. Высокий статус гаджета подчеркивает металл. На задней стенке пластиковыми остались только небольшие вставки, за которыми скрывается аккумулятор, карта памяти и сим-карта. Аппарат получился увесистым. Сборка добротная, корпус ухватистый. Камера на 8 мегапикселей с парой светодиодов делает очень неплохие снимки. Кстати, на передней панели отпечатки пальцев все же остаются. Она стеклянная, и тут уж ничего не попишешь. Зато дисплей с диагональю 4,3 дюйма сенсорный с мультитачем. Снизу микрофон и пара аккуратненьких разъемов для проводной гарнитуры и микро-USB. Сверху кнопка включения, сбоку качелька регулировки громкости. На панели под экраном вынесены основные кнопки управления. Кнопки сенсорные. С программной начинкой все понятно. Android 2.2, поверх которого наложена фирменная оболочка HTC Sense. Иконки небольшого размера. Это хорошо, потому что на дисплее их умещается больше, причем читаются они превосходно. Благо, разрешение тут 840 на 480. Аппарат построен на чипе Qualcomm MCM8255. Встроенной памяти с избытком. 768 мегабайт оперативки, 1,2 гигабайта для приложений и данных пользователя, плюс слот для карт памяти. При цене порядка 25 тысяч этот смартфон обеспечивает все возможности, которые можно ожидать от флагмана. Тут есть Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Доступно множество приложений из Android Market. Есть уже предустановленные эксклюзивные приложения для пользователей HTC Desire HD. Имеется цифровой компас, акселерометр. Аккумулятор вот всего на 1230 миллиампер в час. Но владельцы современных смартфонов уже привыкли, что на подзарядку их надо ставить каждый вечер. Так что в итоге отличный повод побаловать себя или близких на Новый год. СТГ. Есть два тупых гаджета в этой рубрике. Нашел я их очень быстро, просто вбил в гугли гаджеты для Нового года. И все, вот что получилось. Самым тупым гаджетом для Нового года становится вакуумный, а главное розовый пылесос для клавиатуры. И второй. Детский автомобиль Ауди. 350 баксов, и ваш ребенок будет в восторге. Между прочим, эта машина выполнена с применением технологий концерна Ауди. Даже резина! Слышишь голосок? И та настоящая. 20 баллов за оба изобретения. Голосок? Еще один гаджет. С тебя. Айпод нано 16 гигабайт. Может непрерывно музыку воспроизводить почти сутки. Хоть заслушайся. Штуковинка совсем маленькая, весит 21 грамм. Но это же Эппл. И значит, ничего лишнего тут нет. А все, что нужно, работает как следует. Экранчик цветной. 240 на 240 точек. Видео на нем, правда, не воспроизводится. Но и незачем, при его-то размерах. Зато с управлением все в порядке. Экран сенсорный, и при этом управление не доставляет неудобств. Хоть этот айпод и называется нано, удовольствие он доставляет вовсе не наноскопическое. Включаем, запускаем музыку, и можно идти по своим делам. Звук отличный. Особенно если не поскупиться на наушники получше, чем те, что в комплекте поставки. Ну и про уже стандартные функции в Эппл не забыли. Возможно, прослушивание радио и просмотр фотографий. Емкость внутренней флеш-памяти 16 гигабайт. Айпод нано не боится тряски, что спортсменам очень нравится. Кстати, для спортсменов есть встроенный шагомер с возможностью записи личных рекордов. В общем, спортивненький такой получается плеер. Компактный, легкий и функциональный. Цена, разумеется, высоковата. Эппл все-таки. В среднем 7,5 тысяч рублей в московской рознице. Впрочем, любители айпод точно знают, за что отдают свои кровные. Вот и подошел к концу выпуск и 2010-й. Было отлично с вами все это время. И с тобой, кстати, тоже. С наступающим! Увидимся в НГ. С наступающим! С вами был весь этот год инспектор гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Шмоки! Пока-пока! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...